Музыкальная жизнь сегодня Вадим Медведев, прошу Вадим, представь своих соратников Евгений Ковзев, Александр Федоров У нас еще есть два члена группы, они сегодня, к сожалению, не смогли прийти Но, тем не менее, мы сегодня поговорим о группе Абсент У нас будет приглашение впереди на одну интересную презентацию У нас будет сегодня премьера видеоклипа группы Абсент, за что вам большое спасибо И начнем мы, наверное, от истоков А для тех, кто не знаком с группой Абсент, что это за группа? Когда вы начали работать и как вы видите свою музыку? Мы видим свою музыку... Вообще, наш стиль это смарт-рок Мы не рок, а смарт-рок То есть что-то еще умнее может быть Да, то есть все, что было до этого, это было просто рок, а мы смарт-рок То есть то, что на вас это смарт-кэжуал, а то, что вы играете, это смарт-рок? Примерно так Все сочетается Мы решили сосредоточиться на музыке для души больше, чем на музыке для тела Хотя, не знаю, мне кажется, отлично танцевать под вас Да? Да, конечно Хорошо, тогда приходите на наш концерт Это же вкусовые дела уже Но на самом деле вы, это ребята с классическими рок-инструментами Это бас-гитара, это электрогитара, это нормальный электрический звук Это то, что может звучать громко, это то, что может звучать нежно, вкратчиво Это то, что мы сейчас уже немножко слышим В данный момент мы наполнили нашу музыку также электронными звуками Наш коллега Никола Негород поставляет нам целыми пачками эти звуки И мы, в принципе, их интегрируем Пытаемся найти на свое новое звучание вместе с акустическими инструментами И как бы пока, в принципе, мне кажется, нам удается Ну, на самом деле, вот этот стиль смарт, он есть у вас, и это большой плюс Я имею в виду, вот, визуально на сцене выходят рокеры Но, как правило, это ребята в таких каких-то простых черных помятых футболках Не более того И ты сразу видишь, что как-то, ну, чего-то не хватает Когда вы выходите на сцену, это белые рубашки, это костюмы Это такой серьезный подход, казалось бы, к своему хобби Ведь, ну, мы можем признаться сегодня, сказать смело, что музыка – это, в общем, не основной вид в вашей деятельности Это то, что просто составляет честь вашей жизни То, что отнимает основное время Но это хобби Но доставляет максимум удовольствия для души Честно Как вы встретились? Откуда пошла группа «Аксен»? Это сочетание, на самом деле, двух групп, которые были до этого Была группа «Инвэйжн» и группа «Скейри Мэри» И с Вадимом я познакомился уже довольно давно, мы играли в группе «Инвэйжн» А я познакомился давно с Евгением, когда мы еще были разными металлическими группами И так сложились обстоятельства, что мы объединили наши усилия двух групп и сделали одну А если вообще вспомнить ту точку отсчета, когда такие маленькие мальчишки о чем-то мечтали Как-то хотели выделиться И поняли, что выделиться или, в общем, мечты можно воплотить в жизнь с помощью музыки? Ну, у меня это было, например, так, что моя мама позвала меня к телевизору Когда мне было 7 или 8 лет По телевизору показывали клип группы «Европа» «Final Countdown» И мне настолько это поразило, что я увидел, что я полюбил рок-музыку и как-то вот с этого все пошло-поехало Ну, в общем, такой возраст серьезный Если уже в этом возрасте влюбиться в определенный жанр, то это навсегда Как у вас было? Ну, у меня отец тоже был музыкантом И, в принципе, я в детстве посещал его репетиции иногда И, в принципе, тоже лет с 4-х, с 5-ти я уже начал организовывать банды из своих друзей У меня был синтезатор детский Синтезатор даже? Я думала, кастрюли сквозь Отец сделал мне такую подушку, ну, типа барабана, да, чтобы бить, дал там палочки Профессиональные свои, да, и, в принципе, мы там начинали уже в таком Ну, и с тех пор не остановиться уже никак Точно, как было у вас? У меня, наверное, любовь к музыке передалась от братьев Они с раннего детства, я еще был маленьким мальчиком Они слушали рок, слушали громко, мешали соседям, наверное, в какой-то степени И все это очень долго росло И в определенный момент, услышав, я даже, вот как Вадим сказал про песни Европы У меня была песня Bon Jovi, Want a Dead or Alive И я помню, что когда я ее услышал, то я захотел ее сыграть И я очень долго пытался подобрать эту мелодию, у меня не получалось Ну, и потом я уже просто решил твердо, что хочу Ну, это был вызов, безусловно Ты уже научился в итоге? Я научился В итоге уже научился Да, конечно Итак, группа Absent существует И существует она теперь не только на таких площадках в стиле хобби Когда мы хотим пригласить своих друзей и просто сыграть Потому что мы не можем не играть А вы выходите уже действительно на площадки большие, серьезные Выступаете на одной сцене, ну, с главными звездами Вы выступали на Цоевском фестивале в этом году И было здорово, было очень много замечательных отзывов И благодарности вам за то, какие вы настоящие Как вы вписались в весь этот концерт, в эту концепцию Ну, и, конечно, концерт Би-2 Ваши ощущения, как это было? Это самые большие, наверное, в нашей жизни мероприятия Одни из самых больших Одни из самых больших, да За всю нашу карьеру Конечно, мы очень рады, что нам выпала такая честь Волновались? Ну, в принципе, немножко, да После... как-то так... мы эти концерты шли подряд все Ну, да, мы уже были на... Губи-2 уже, так сказать, уже было на мы Ну, конечно, это была большая ответственность И, я считаю, мы справились отлично Как бы для группы, которую мало кто знает В принципе, мы получили достаточно хороший респонс от публики И, как бы, мы очень рады такой возможности И будем продолжать Ну, а мы сегодня посмотрим небольшой фрагмент С концерта, где вы на той самой сцене, на которой выступала группа И, как бы, мы будем продолжать И, как бы, мы будем продолжать И, как бы, мы будем продолжать Не важно видеть, как выглядит группа живьем И неважно, кавер это или свои песни Ты чувствуешь энергию И ты чувствуешь, что ты в едином вот этом пространстве И ты берешь силу у этой музыки Но мы движемся дальше И совсем скоро случится то мероприятие, на которое мы хотим пригласить всех, кто нас сейчас смотрит Всех друзей группы, и я надеюсь, даже тех, кто не знал вас до сегодняшнего эфира Итак, я тоже получила приглашение Вот оно, группа «Абсент» приглашает любителей живого звука на презентацию клипа Клип дался нам, как и все наши предыдущие видео, довольно трудно Потому что мы очень много работали Это была наша совместная режиссерская работа такая И мы его очень долго вынашивали, очень долго подбирали актеров Какие-то реквизиты, идеи собирали Очень было много споров Какие-то часовые, телефонные разговоры Главное, что группа не распалась в процессе создания этого клипа То есть все это мы прошли И потом за три дня мы это все отсняли У нас очень хорошие знакомые люди, которым мы доверяем Операторы, осветители и так далее Я считаю, что продукт получился, на наш взгляд, довольно качественным И очень современным, что немаловажно И после многих-многих просмотров, после монтажа После миллиона прослушивания этой же песни Клип нравится? Да, я считаю, что мы можем гордиться этой работой Я считаю, что уровень клипа получился очень высоким Особенно для нашего рынка местного Это, в принципе, я считаю, очень будет неплохо Ну а какова судьба этой песни? Песня, во-первых, и клип называется «Naked» Где он будет виден? Где он будет доступен? Зачем вы это делаете? Зачем вы тратитесь? Ну, во-первых, каждой песне нужен готовый продукт Ну, то есть, важно песню не только услышать, еще и увидеть Мы, наше тоже такое творчество своеобразное Потому что мы хотим не только сочинить музыку Мы хотим еще сделать какую-то визуальную картину И это готовый продукт Сегодня такие, скажем, медийные законы Песня, клип И намного интереснее смотреть, чем просто слушать, на мой взгляд Я, как работник телевидения, поддерживаю ваши люди Во-вторых, помимо того, что человек слушает Можно, скажем, еще что-то показать Правильно? Какую-то дополнительную информацию Вот и все Ну да, у нас как бы вырастает Клип вырастает из песни В принципе, это одно и то же Как бы сюжет клипа вырос из текста песни Вот я тоже про визуализацию хочу спросить Потому что на афишах Кое-где можно увидеть в городе афиши Рекламки Девушка и виолончель И как-то все сразу спрашивают А виолончель-то будет звучать? Да, да, да В песне есть партия виолончеля Так что все по-честному Все по-честному Итак, пусть все получится И получится так, как того хотите вы Хорошего концерта Новых глаз, новых ушей И пусть у клипа и у песни Naked Будут эти глаза и уши по всему миру Сейчас границ нет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!